Реконструкция театра в самом разгаре. Рабочие завершают демонтаж стен и перекрытий и приступают к восстановлению здания. На ремонт его закрыли в начале июня прошлого года, прервав театральный сезон. Труппа вывезла декорации и весь реквизит, уступив храм искусства строителям и архитекторам. Работы идут согласно графику. Можно сказать, работы по проектированию идут также с листа. Выдаются решения, строители берут его к исполнению и завозят материалы, выполняют эти работы. Ремонт идёт одновременно с проектированием. За план реконструкции отвечает Белгородоблпроект. Однако разработка затянулась по причине того, что здание театра – объект культурного наследия и особо охраняется государством. Все изменения должны быть строго регламентированы, а проект утверждён тремя независимыми экспертами. Таких специалистов в нашей области не оказалось. Пришлось обращаться в Воронеж. Первоначальный проект с пристройкой к зданию эксперты свернули. Нельзя, мол, нарушать исторический облик. Новый план должны подготовить до конца февраля. Сама концепция объёмно-планировочного решения предварительно одобрена. По ней строители и работают. В чём заключается проект? Если у нас на сегодняшний день объект порядка 2300 квадратов, ну тут надо откровенно сказать, что, конечно, здание не приспособлено для размещения в нём театра и, соответственно, сценических работ. Недостаточно было помещения для гримерок, размещения плотников и швейного цеха, то проект предусматривает строительство дополнительного здания, площадь этого здания порядка 3000 квадратов. В новом четырёхэтажном корпусе расположатся гримерки, мастерские, студии и верхняя малая сцена. Со старым зданием его соединит стеклянный мост – галерея. В нынешнем помещении всё останется на своих местах, кроме верхней малой сцены. Она станет продолжением фойе – музейной зоны. Кардинально преобразится большой зал. Неудобные сидения сменят комфортабельные театральные кресла, ряды будут уходить вверх, а сцену разместят ниже для удобства просмотра спектаклей. Самая сложная и дорогостоящая часть реконструкции – театральное оборудование. Поставщик ещё не выбран. Проект не готов. Мало того, что должен быть действительно хороший звук, хорошая акустика, должен быть хороший свет. Оно всё абсолютно зависит одно от другого. Механика, свет, звук завязаны абсолютно. Причём управление должно выводиться на один пульт. Все эти разработки, даже каждый самый, казалось бы, незначительный прибор, выбор его будет зависеть от формы зала, от материала отделки стен, от того, с каким уклоном пойдёт зал. То есть, архитектурная акустика должна просчитываться. Не забыли и о зрителях-инвалидах. Для колясочников организуют подъезд, спецместа и санузел. Внешний театр изменится не столь значительно. На здание водрузят небольшие купола, вернув ему исторический облик духовной семинарии конца XIX века. В администрации говорят, на все работы потребуется порядка 300 миллионов рублей. Деньги выделяют спонсоры. Завершить реконструкцию планируют к концу 2015 года. О первоначальном сроке, 27 марта, речь не идёт. А тем временем труппы театра базируются в бывшем центре детского творчества на Макаренко. Условия здесь, конечно, не театральные, но актёры не опускают руки и даже готовят новые спектакли. «Пять спектаклей мы здесь точно сыграем, пять названий, которые редко играются в нашем репертуаре. А моя задача сейчас установить всё, что возможно, чтобы мы, когда закончится ремонт, въехали в новое здание не с одним спектаклем, а с репертуаром. Но самое главное, если мы это сделаем, я смогу здесь репетировать и выпустить новые спектакли. И труппа ждёт этого. Если труппа не находится в репетиционном режиме, постоянном, то ничто не спасёт её от развала. Если же сейчас не будет этот процесс здесь вариться, то я не знаю, доживёт ли труппа до окончания ремонта». В планах Семёна Лосева обустроить временную сцену на 50 мест. Этого хватит, чтобы переждать реконструкцию. Однако для обустройства зала здесь тоже необходим ремонт, приведение здания к противопожарным нормам. Средства для этих целей в администрации обещали поискать. И снова не в казне, а в карманах спонсоров. Продолжение следует...